К эфиру присоединяется казахский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЭ Айдос Садыков. Айдос, здравствуйте, рады видеть вас, приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, на этой неделе мы следим за сыбой теми, которые происходят в Пекине. Лидер КНР принимал у себя гостей на международном форуме «Один пояс, один путь». Присутствовал там и президент Казахстана, Касым Жамар Такаев. Там в эти дни побывал и диктатор Путин. Все мы видели, как истерило, очень много говорил об Украине. Но, кроме того, известно, что провел встречи с Такаевым. Это, кстати, уже вторая встреча за этот месяц. Не так давно Такаев побывал в Москве. Поздравлял диктатора с днем рождения. Айдос, скажите, что вы можете сказать о нынешних отношениях Путина и Такаева? Еще год назад мы видели, что Такаев говорил о непризнании так называемых ЛДНР. Сейчас же как-то редко говорит об Украине, не осуждая действий Путина. И недавно говорил, что Казахстан не является антироссией. На самом деле, хочу вас поправить. В этом месяце он встречался с Путиным три раза. Первый раз это был день рождения Путина. Второй раз это был саммит Евразес-Мишкек. И вот третий раз в Пекине на форуме «Один пояс, один путь». Поэтому это третий раз. А если считать, что в конце сентября Казахстан посидел премьер-министр России Мишустин, то получается с руководством России он в течение неполного месяца встречался аж четыре раза. Что касается его заявлений, мы и тогда говорили, все, кто знает казахстанскую политику, разбирает с ним мысль. И тогда говорили, что заявлением Тукаева не стоит обращать такое сильное внимание, особенно когда он делает такие публичные заявления специально для прессы, для поднятия своего имиджа. И поэтому его такое громкое заявление, которое он сделал в прошлом году в Санкт-Петербурге, конечно, это был просто пиар-ход такой для поднятия своего авторитета на международной арене, в первую очередь. И на самом деле за этим заявлением ничего не стояло. Он, как вы знаете, за почти уже, наверное, уже скоро два года, не дай бог, конечно, может быть, раньше война закончится, но почти за два года он ни разу не выразил сочувствия, не выразил соболезнования в связи с, допустим, расстрелом Бучи, убийствами украинских детей, женщин. Он ни одной телеграмм не направил соболезнования. Хотя телеграммы в связи с расстрелами в школах России или какими-то событиями в Дагестане, которые случились стихийные бедствия, он направляет регулярно. Поэтому ничего не изменилось. Все, кто знал Тукаева, все, кто знал, чем дышит руководство Казахстана, все понимали, что внешняя политика Казахстана не изменилась, что Тукаев, как и прежде Назарбаев, он остается под пятой Путина. — Айдос, вы сказали о четырех контактах с российским руководством за один, вернее, даже за неполный месяц. Скажите, вот в этой связи хочу задать следующий вопрос. Сейчас время от времени западная пресса пишет о том, что Россия теряет свое влияние в Центральной Азии, Путин уже не пользуется авторитетом, который он имел прежде, и все больше ее места занимает Китай. Какое же действительное место сейчас занимает Путин в регионе, мне неинтересно? — Роль Китая, конечно, усиливается, но надо понимать, что Китай и Россия — это все-таки союзники, а в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, войной Израиля с террористическими организациями, роль России и Китая, к сожалению, возрастает, потому что мы видим на этом форуме в Пекине и приехали 20 представителей глав государств, среди них два европейских, президент Сербии приехал и премьер-министр Венгет Орбан приехал. Они встречались тоже с Путином, они встречались с Пукаевым, они встречались с руководством Китая, там были еще представители Эфиопии, Пакистана, Индонезии, Монголии, Узбекистан, Туркменистан, то есть около 20 стран, которые на международной арене считаются авторитарными или близкими к руководству России, то есть так или иначе поддерживают Россию. Поэтому, к сожалению, после начала войны на Ближнем Востоке роль России и Китая возрастает, потому что мир разделился, скажем так, на две стороны, одна сторона цивилизация, передавая цивилизация, которая поддерживает все-таки нормальные страны, в первую очередь поддерживает Израиль, говорит о том, что 7 октября был теракт, когда на Израиль напали террористы, когда были убиты сотни женщин, детей, и другая часть есть, которая противопоставляет себя коллективному Западу, коллективной демократии, это как раз эту сторону, эту часть мира хотят возглавить Китай и Россию. Поэтому сейчас, к сожалению, война, не знаю, спровоцирована она была Путиным или нет, но, к сожалению, эта война пособствовала тому, что роль Китая и России возросла не только в Центральной Азии, но и во всем, в какой-то части мира. Айдос, интересно ваше мнение на сегодняшние события. Казахстан сегодня появилось сообщение, запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины и России. Об этом объявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Тарибаев. Министр уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана ограничен. И, да, речь идет о 106 наименованиях товаров, их экспорт мы полностью запретили. Как вы прокомментируете это решение? Это какой-то спектакль, либо действительно четкая позиция власти Казахстана? Когда делают заявление второстепенной, тридцепенной фигуры заместителей министров или предсекретарей Министерства иностранных дел, как это обычно происходит, то стоит смотреть в первую очередь на заявление руководителя государства Тукаева. На встрече с Мишустином в конце сентября Тукаев и Мишустин озвучили цифры торговли между Россией и Казахстаном. По словам Мишустина, по словам Тукаева, с начала 2022 года по сентябрь месяц торговля, инвестиции России в Казахстан и Казахстан в Россию увеличились во много раз. Это исторические рекорды не побили. Были озвучены цифры. Тукаев озвучил цифру 26 миллиардов долларов за это время, увеличился товарооборот. Мишустин озвучил другие цифры, которые еще больше. Он озвучил триллионах рублей, поэтому там переводили на доллары по разным курсам. Получается, что полтора-два раза больше, даже чем озвучил Тукаев. Поэтому то, что говорят такие люди, которые в подчиненном положении занимают пост замминистра, пресс-секретаря, это, конечно, просто заявление для прессы. Что касается именно дронов, то все вы знаете, что в апреле месяце выяснилось, что в Казахстане зарегистрированная такая компания под названием Аспанарба. Она прямо поставляет в Россию беспилотники, в том числе боевые беспилотники, запчасти беспилотники, которые закупаются за рубежом, в том числе западных странах Китая, и потом поставляются в Россию. Эта компания по сегодняшний день, по этот час, до сих пор официально не закрыта. То есть Аспанарба, которая официально поставляет боевые беспилотники в Россию, компания, которая официально считается казахстанской, продолжает поставлять боевое вооружение российской армии. То же самое касается других компаний. Есть компании, которые поставляют запчасти, микрочипы, оборудование для России. Таких компаний множество. Поэтому можно об этом говорить очень долго. Можно говорить о компаниях, которые помогают обходить санкции. Например, Тимур Турлов, который внесен в список президента Зеленского санкционного списка. Поэтому заявление, которое сегодня озвучил, мы видим форум. Там идет официальное сближение позиций между Китаем и Россией, между Китаем и Казахстаном, между Россией и Казахстаном и другими странами. Поэтому в этой ситуации руководство Казахстана пытается немного нивелировать ситуацию, немного подать через вторые и третьи руки, немного спустить пар. И вот с помощью таких заявлений это пытаются сделать. Давайте тогда еще об одном сближении России и Казахстана поговорим о россиянах, которые приезжают в вашу страну. Все мы прекрасно помним, что год назад активно ехали россияне, которые не хотели попасть под так называемую частичную мобилизацию, о которой объявлял Путин. Этот наплыв россиян мы обсуждали в том числе и с вами в эфире Freedom Aidos. Какова ситуация сейчас в вашей стране на фоне того, что Москва решила играть в долгую и не собирается пока заканчивать войну и выводить свои войска с нашей территории? Последние месяцы довольно тихо, потому что большинство так называемых мобиков или мобилизованных, которые сбежали из России, они все-таки через Казахстан уехали в третьи страны. В другие страны центральной Азии, в Турцию, в Европу или в США, где их хорошо принимают и им дают пособия. В первую очередь, я говорю про западную группу. В Казахстане они не встретили понимания. Казахи встретили достаточно жестко приезжих россиян, приезжих русских, которые бежали. Казахи считают, что эти мобилизованные, эти мужчины призывного возраста в дальнейшем могут стать пятой колонной и где-то организовать теракт или какое-то сепаратическое выступление. Поэтому казахи воспринимали приезжих русских в штыки, и это они поняли, прекрасно поняли. Абсолютно большинство из них из Казахстана уехали или притихло. То есть мы не видим, мы отслеживаем постоянно, мы находимся на связи со всеми регионами Казахстана. И мы не видим, чтобы за последние, наверное, полгода, чтобы кто-то из них появился в сети. Кроме некоторых случаев, когда люди выходили, выступали заявлением о том, что они бежали, потому что отказались служить. Отказались служить, например, ЧВК «Вагнер». Было такое заявление, например, интервью казаха, который бежал из России, который отказался служить ЧВК «Вагнер», когда приезжал в Пригожин в тюрьму, когда он сидел. Потом трижды вызывали военкомат, пытались мобилизовать, он отказался. Было давление на его семью, тем не менее он отказался и уехал в Казахстан. И здесь он дал большое интервью и обратился к международному организации за помощью. Но что касается тех других россиян, мы их в течение, наверное, полугода не видим, чтобы они где-то появлялись. Их не видно. Или они просто осели, стараются быть невидимы. Но мы уверены, мы это видим, что большая часть абсолютно выехала из Казахстана. Вы знаете, журналисты Дойчевели буквально пару недель назад провели опросы в Казахстане. Они спрашивали о россиянах, которые приехали и были в стране, и находились. Давайте послушаем сейчас этот опрос и обсудим его. Если в Казахстан приедет еще больше русских, то я думаю, на нашу культуру и наследие, на веру, язык и нацию это окажет плохое влияние. Сейчас новое поколение плохо знает казахский язык. Большинство казахов говорит по-русски. Ну да, если люди спасаются таким образом, эмигрируют в другие страны, в частности нашу, почему бы и нет? Тем более границы открыты, то есть, ну ладно. Тем более они приносят свои же деньги сюда, в страну. Ну, значит, походу нам лучше. Негативно отношусь. С началом войны у нас же все подорожало. Война же там у них еще не закончилась. Я отношусь к этому позитивно, конечно. Это те люди, которые приезжают к нам. Главное, чтобы они понимали, ну, типа были как качественные люди. То есть, те, которые против войны. И я считаю, что если они приезжают к нам, значит, они этим самым показывают, ну, то, что они против всего, что происходит там. Да, трудная ситуация. Я живу в том доме, в столичном центре. Там есть полторы тысячи квартир. Из них где-то 700 квартир – россияне, которые приехали во время мобилизации. Немолодые, есть и за 60, которые приезжают и покупают квартиры. С одной стороны, это неправильно. А что неправильно? А что правильно? Они нахлынули, и даже Петропавловск, Павлодар. И если русские скажут, что это наша земля, тоже будут проблемы. Вот этого и боимся, с одной стороны. Ну, я не одобряю их приезд. Ну, надо поймать. Мнения разные, как видимо. Айдос, как вы оцениваете эти ответы? И есть ли, возможно, некая статистика о том, как много в стране тех, кто не видит, или же наоборот, видит угрозу в такой миграции россиян? Особенно тех, кто видит угрозы, наверное, вот, угрозы захвата России из земель Казахстана. Ведь такие мысли уже звучали на федеральных каналах российского телевидения. Даже из этого вопроса мы видим, что большинство из них опасается приезда россиян. Большинство из них говорят про войну, что раз они бежали от войны, даже в этом случае, ну, можно их принять. Но в целом они высказываются такое мнение, что они, раз бежали от войны, значит, это хорошие люди. Или угроза есть, потенциальная угроза в дальнейшем. Они могут какие-то заявления сделать здесь находясь. А официальной статистики нет. И нет таких институтов, которые могли бы полноценно провести опросы в Казахстане. Потому что Казахстан все-таки авторитарная страна. И все опросы, все какие-то серьезные исследования контролируются государственными. И никто не может, в принципе, из разрешения власти провести такие опросы. Поэтому веры к таким опросам нет. Но мы можем предполагать, просто исходя из того, что какие-то активисты видят, заявляют или находят, исходя из этого, примерно предполагать, какое количество может находиться в Казахстане. Но я не думаю, что это количество превышает несколько сотен тысяч человек, россиян, которые остались в Казахстане. Скажите, а насколько вообще тема безопасности Казахстана и вопросы укрепления обороноспособности страны, а также модернизации армии, поднимается сейчас, собственно, на государственном уровне? Звучат ли эти темы на главных каналах страны? Вкладываются ли какие-то средства войска? Официально на территории Казахстана от 4 до 6 российских военных баз. Два города Казахстана, Приозерск, это Карагандинская область и Байконур, Казарагандинская область, полностью считаются российскими, контролируются российской администрацией. Там не только военные гарнизоны, танки, самолеты и так далее, но эти города и близлежащие села контролируются Россией. Там большинство жителей, граждане России, это в центре Казахстана находятся. Кроме того, находятся военные базы в западном Казахстане, на севере Казахстана и в южном Казахстане. Поэтому говорить о безопасности страны, когда на территории страны находятся до 6 военных баз российских, не приходится. То есть это бомба замедленного действия? Да, при желании, конечно, по команде Путина, эти все из разных концов Казахстана, эти войска могут двинуться, захватывать наши города, столицу, Алмату, другие крупные города. Тем более, надо понимать, что руководство Казахстана, вы это, наверное, тоже заметили, в январе 2022 года пригласило в страну ОДКБ, пригласило для подавления казахской революции войска России. Поэтому тут, какие бы войска у нас ни были, официально примерно численно оценивают казахстанские войски от 70 до 80 тысяч человек. Она, конечно, не такая современная, далеко не такая современная, как украинская, в основном вооруженная российским или старым советским оружием, или китайским оружием. Но даже если эта армия была бы сильной, даже если эта армия в 10 раз по численности была бы больше, надо понимать, что руководство Казахстана зависит от России. Поэтому это руководство не будет оказывать сопротивление, если такое наступление начнется, если начнется агрессия против Казахстана. Поэтому вся надежда на то, что патриоты Казахстана каким-то образом организуются, начнут какое-то партизанское движение. Поэтому о боеспособности Казахстана в этих условиях говорить не приходится. Вы знаете, Айдос, я вчера читал еще комментарии под тем видео, которое только что мы демонстрировали. Там люди пишут следующее. Нет уверенности, что приезжие со временем не будут качать права, зачем казахский язык, Казахстан это подарок России и так далее. Необходимо ввести более серьезные требования, увеличить срок принятия гражданства на знание и изучение казахского языка в случае разжигания межнациональной вражды, депортации без суда и следствия. «Если не во вред стране, нашей культуре, народу пусть живут те, кто не поддерживает войну». К сожалению, многие живущие русские поддерживают ее. Конец цитаты. Кстати, в Латвии, мы это обсуждали также в наших эфирах, дали два года россиянам, которые не выучили латышский. И если они этого не сделают, то их могут выдворить из страны. Что вы думаете по этому поводу? Будет ли такие действия произведены в Казахстане? Таких действий не будет в Казахстане. Кроме того, несмотря на давление, несмотря на постоянное выступление казахских патриотов с требованиями, чтобы госчиновники знали казахский государственный язык, власти до сих пор не приняли таких законов. Поэтому даже вчера выступал замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, выпускник Российской академии МВД. У него спросили, вы знаете казахский язык? И он сказал, что не знает, но собирается изучать. Человек занимает пост замминистра, генерал. И таких людей, не только русских, но и людей казахской национальности, которые воспитывались в русском окружении, в руководстве Казахстана очень много. Сам Тукаев достаточно слабо владеет казахским языком. До того, как он стал президентом, в принципе, он, можно сказать, и не знал казахского языка. Сейчас он немного изучает, читает с листа и может говорить какие-то простые фразы. Он гораздо лучше владеет китайским языком и английским языком, на котором выступает, кстати, на форуме. Он выступал на китайском языке. Поэтому надо понимать, что такого закона не будет. Руководство Казахстана пророссийское, поэтому никогда такого закона не поймут. Знаете, мне попадались видео и в Ютьюбе, и в ТикТоке. Многие граждане Казахстана записывали свои ощущения от россиян, которые находятся сейчас в стране. Говорили о том, что россияне уже некоторые, особенно в сфере обслуживания, качают права, пытаются заставить некоторых людей, кто работает на позициях официанта, говорить с ними на русском. И вот эти претензии, они действительно уже есть, они уже звучат. Скажите, а много ли на улицах Казахстана Z-патриотов и символики, которые они привозят из России? Или это единичные случаи? С этим, слава богу, это дело удалось погасить. На границе их заворачивают или их ловят. Внутри Казахстана заставляют снимать, разбивают окна. Иногда даже избивают таких людей, которые Z-символику, букву Z клеят, фашистскую символику. С этим, слава богу, это, наверное, лучшая ситуация вообще в Центральной Азии. Если в Казахстане с этим борются все, то есть любой казах, более-менее, который разбирается в политике, если такой увидит, он заставляет снимать. Или даже полицейский, который понимает немного политику, он заставляет задерживать эту машину, заставляет снимать эту символику. Это гораздо лучшая ситуация, чем в странах, которые находятся в Южнее, в Кыргызстане, в Узбекистане, где Z-символика, в принципе, не запрещена. Практически год назад социологический опрос, который был проведен Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Демоскоп в Казахстане, показал, что 22% жителей Казахстана поддерживали Украину в борьбе с Россией. Лишь 13%, и то это возрастная группа пенсионеры, были на стороне Российской Федерации, и практически 60% занимали нейтральную позицию. Как вы считаете, Айдос, изменились ли эти настроения? По вашим ощущениям, возможно, есть какие-то данные. Есть ли влияние российской пропаганды на народ Казахстана? Влияние пропаганды очень сильное, но в плане того, что на старшее поколение, на тех людей, которые смотрят телевизор. В Казахстане до сих пор транслируются российские каналы круглые сутки. Все центральные российские каналы с этими Соловьевыми, с Тимоньянами транслируются круглые сутки в Казахстане. Поэтому надо понимать, что круглые сутки на умы Казахстана идет такая бомбардировка российской риторики, российской пропаганды. Тем не менее, я в эту статистику не верю. Я исхожу из того, что активная часть казахов, которых мы видим в соцсетях, которые постоянно выходят на акции, они, наверное, 99% поддерживают Украину и выступают против войны. Поэтому я исхожу из того, что раз активная часть народа поддерживает целиком, практически целиком поддерживает Украину, значит и остальная часть, которая не так видна, скорее всего, тоже поддерживает Украину. Спасибо вам за эту поддержку. Мы ее видим действительно в соцсетях очень много роликов из Казахстана, в том числе с поддержкой нашей страны и наших людей, которые переживают все ужасы сейчас российского террора. И давайте обсудим еще вот какие темы. Я ее уже заявлял, об иноагентах поговорим. На прошлой неделе в России заявили, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств внутренних дел России передаст партнерам по межпарламентской ассамблее СНГ, куда входит и Казахстан, список нежелательных в России зарубежных организаций и реестр иноагентов. Об этом сообщал председатель комиссии Василий Пискарев. И в Госдуме заявили, что так они якобы помогут партнерам пересечь работу зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки. Айдос, ну мы знаем, что в России иноагентами признают всех, кто находит смелость критиковать Кремль, кто говорит о том, что Россия ведет захватническую войну, кто выступает против репрессий внутри России. К тому же казахстанское издание, онлайн-издание «Эксклюзив» сообщает, что в конце сентября на сайте комитета госдоходов Минфина Казахстана тоже появился свой аналог и этот реестр иноагентов. Что вы думаете об этой охоте на ведьм в середине вашей страны? Вестр иноагентов в Казахстане немного в другом смысле утвержден. Это имеется в виду люди или организации, которые финансируются за счет зарубежных грантов, за счет зарубежного финансирования. В первую очередь из этих фактов такой список был составлен. Что касается именно такого списка людей, которые выступают против государства, чтобы это был отдельный официальный список, такого списка, слава богу, в Казахстане нет. А те данные, которые передала Россия сейчас? По этим данным у нас официальных комментариев нет, потому что Галкину в Министерстве иностранных дел официальные структуры власти никак не комментируют или говорят, что это не зависело от политической воли руководства страны, то есть приезд или не приезд Галкина. Поэтому, конечно же, этот список лежит у Тукаева, лежит в Комитете национальной безопасности, в МВД лежит, и, конечно, по этому списку они будут работать. И этих людей, которых прислали из России, этих людей, конечно, в Казахстан запускать не будет. Того же Галкина мы видим и другие фигуры, которые выступали активно против войны, скорее всего, в Казахстане не ведут. И давайте напоследок еще одну тему обсудим. Поговорим о том, кто едет сейчас воевать против украинцев. В нашем эфире накануне мы говорили с советником мэра Мариуполя Петром Андрющенком. Вероятно, вы знаете, как россияне уничтожали этот город, а теперь они создают некую картинку восстановления, привлекают разные силы, в том числе и мужчин из Центральной Азии, которых потом обманным путем снимают с ремонтов и строек и отправляют воевать в окопы. Айдос, известны ли вам факты сейчас вербовки ваших соотечественников на войну в Украину манят, возможно, высокими зарплатами и отправляют на временно оккупированные территории для каких-то работ или же участия в боевых действиях? Что касается работ, буквально вот сегодня, несколько часов назад, на телеграм-канале БАСИР мы опубликовали фотографии и видео из Мариуполя, прислал нам гражданин Казахстана. У нас есть большая переписка, с ним несколько одними переписывались. Его завербовала компания «Эрстрой», российская компания в Казахстане, обещали 125 тысяч рублей, привезли Мариуполь, поселили какой-то бомжатник, ну или свинарник, он снял этот свинарник, где он живет. Эти фотографии, видео на канале, телеграм-канале у нас есть. И обманулись деньгами, кстати, их тоже. Мы публично заявили на телеграм-канале, этим людям объясняю, кто выходит на меня, что все, кто приезжает на оккупированную украинскую территорию и будет работать на расистской власти, они будут рано или поздно привлекать сколовную ответственность, потому что это пособники оккупантов, пособники фашистов. Поэтому мы это официально заявляем. Что касается военной части, то сведения все те же. Мэр Байконура, глава администрации Байконура, оккупированного казахского города Байконур, официальное его заявление, его обращение есть о том, что он дает денежные вознаграждения людям, которые пойдут воевать в составе российской армии против Украины. Это официальное заявление до сих пор висит на сайте прокуратуры города Байконур. Кроме этого, конечно, есть неофициальные заявления, есть рассылки различные из России, где граждан Казахстана, казахов, медседов, узбеков, таджиков, кыргызов приглашают в российскую армию за большое вознаграждение. Но надо понимать, что все-таки мы видим, что и в Москве даже идут столкновения, у нас есть видео, когда идут столкновения между узбеками и русскими, между таджиками и русскими. Поэтому я думаю, что эта ситуация, если они вооружат большое количество выходов из Центральной Азии, то рано или поздно этот конфликт может для них плохо закончиться. А где полыхнет, вы имеете в виду? В самой России полыхнет или на линии фронта? Это тоже межэтнические какие-то могут произойти конфликты? Ну, на линии фронта, конечно, они контролируют, потому что командиры все-таки россияне, проверенные, наверное, ФСБ. Но внутри России, в Москве и Петербурге идут давно конфликты. Даже один из российских таких фашистских деятелей выходец из Донецкой области Украины, Максим Дивнич, недавно его вызвали на бой. Он, оказывается, охотился этими так называемыми мигрантами, выходцами из Центральной Азии, пытался их выселить, пытался, выступал с требованием, чтобы их не запускали в Россию. И сейчас ему приходится в Москве, живя в Москве, ходить в окружении охранников. Это вот российский деятель, который, находясь в центре России, в столице России, опасается, что вот эти мигранты нападут на него. По его словам, по видеозаявлению этого Дивнича, в Москве от 3 до 5 миллионов мигрантов выходцы в Центральную Азию и при желании не могут захватить Москву. Понимаете? И тогда придется, он считает, что в Москве находятся 50-70 тысяч полицейских, спецназовцев и 3-5 миллионов мигрантов в Центральную Азию. То есть при желании, если они захотят захватить Москву, придется туда вызывать Росгвардию, армию, то есть придется внести полноценные военные действия. Поэтому ситуация у них не очень хорошая, им придется с этим жить как-то. Поэтому не зря Путин пытается сейчас как-то стимулировать рождаемость россиян, каким-то образом бороться с этими мигрантами. Кого-то успевают схватить, кого-то обратно экстрадировать, но все равно миллионы мигрантов в Центральной Азии находятся в России. В первую очередь крупный российский рейл-зак в Москве, Петербурге. И рано или поздно это закончится для них достаточно плохо. Да, продолжение следует, так можно сказать. И так будем завершать наш разговор. Айдос, спасибо вам большое за вашу позицию, за поддержку, за то, что нашли время для телеканала «Фридом» и рассказали о ситуации в Казахстане. Айдос Садыков, казахский оппозиционер и руководитель интернет-медиа Басе был с нами в эфире «Фридома». До новых встреч. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.